Значит, уважаемые коллеги, моя задача – глядеться подробнее на критерии Гальского, и я попыталась это сделать. Значит, для чего были введены эти критерии? До 2011 года не было стремулировано четких единообразных критериев для... Ой, извините. Да, сейчас так слышно. Значит, не было четких единообразных критериев для того, чтобы нас, наших пациентов, определить в те три предложенные группы. О которых говорила в своем докладе Дарья Александровна. Однако, в 2011 год экспертный консенсус и маститые онкологи, занимающиеся раком мочевого пузыря, предложили нам следующее разделение. 2019 год – следующий этап развития, так называемый критерий ГУПТА. Значит, здесь уже четко определяются те пациенты, как раз-таки, которым мы не можем проводить любую платину, содержащую химиотерапию. Тоже экспертный консенсус. Об этом, об этих критериях говорила Дарья Александровна, но мне этот консенсус еще понравился тем, что был проведен дополнительный опрос. Респонденты начали на вопрос, как часто они определяют ПДЛ-статус у пациентов метастатическим уротелиальным раком. И респонденты ответили в 28% случаев, что они определяют перед проведением терапии пембролизумабом, и в половине практических случаев перед проведением терапии отезолизумабом у пациентов метастатическим уротелиальным раком. Следующая модификация, небольшое отклонение от темы моего доклада – это мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, 22-й год. В этих модифицированных критериях выделялась промежуточная группа, куда включались пациенты, которым потенциально можно проводить цесплатин, содержащую химиотерапию. Им предлагалось рассмотреть возможность компенсации нефротоксичности методом проведения декомпрессии при обструктивной уропатологии, соответственно использовании упомянутого ранее режима сплит-доз, снижение доз цесплатина стандартной, либо агрессивная гидротация, ну и минимизация приема других нефротоксических препаратов. Как результат, мы имеем всем известные алгоритмы лечения, международные, российские, и если с пациентами, с охранными, все понятно, безусловно, это цесплатин, содержащая химиотерапия, то с оставшейся категорией пациентов все не так просто. Да, у нас в арсенале есть и карбоплатин, содержащая химиотерапия, и поддержка авилумабом, и, соответственно, иммунотерапия, и еще некоторые опции, о которых я скажу ближе к финалу своему докладу. Но в какой последовательности использовать эти предложенные опции? И, отвечая на этот вопрос, давайте в первую очередь вглядимся в лицо нашего пациента, а именно пожилой курящий мужчина. У него уже сочетание возраста, пагубных привычек лимитирует возможности проведения цесплатин, содержащей химиотерапии. Как результат, до наступления эры иммунотерапии только половина пациентов получали системную терапию первой линии. До второй и третьей линии доходили, соответственно, 17,6% соответственно. Причем причина отказа не только нарушения функций почек, ослабленный соматический статус, возраст, но это еще и непосредственно сам отказ пациента. Если мы посмотрим подробнее, что же получали в первой линии, то мы увидим, что цесплатин, содержащую химиотерапию, получали максимум 17% пациентов. Изменилась ли ситуация с наступлением эры иммунотерапии? Да, она, безусловно, изменилась. В первую линию вместо 50% начинают получать 75% пациентов, но это увеличение происходит только за счет иммунотерапии, зеленый столбец. Только одна треть пациентов получает платино, содержащую химиотерапию в первой линии, и все те же 17% цесплатин, содержащую химиотерапию. Все современные исследования, безусловно, включают в себя так называемых цесплатин и неэлиджибл пациентов. Но что мы можем предложить и в какой последовательности? Безусловно, всем нам известны исследования Джабелин Бладер, это поддерживающая терапия авилумабом. Дизайн всем хорошо известен. 4-6 курсов успешной химиотерапии, включающие препараты платины, как цесплатин, так и эрбопатин. То есть сюда включались и пациенты, которые имели ослабленный статус, и которым невозможно было проводить цесплатин, содержащую терапию. Это порядка половины больных. И как результат, при медиальном наблюдении в 38 месяцев мы получаем значительное увеличение медиана общей выживаемости при добавлении авилумаба в общей популяции с 15 практически до 24 месяцев. При этом, если мы посмотрим поданализ в группе PDL+, то мы увидим, что увеличение показателей уже происходит с 18 до 31 месяца. Таким образом, у нас происходит 30-процентное снижение риска смерти. И в том числе мы видим поданализ, где было показано, что увеличение показателей выживаемости было достигнуто как в сохранной группе пациентов, так и у тех больных, которые получали только карбопатин с гемцитабином. Соответственно, выбор линии и поддерживающая терапия авилумабом имеет высокие шансы на успех в группе пациентов, получающих карбопатин и гемцитабин. Следующая попытка – это попытка интеграции иммунотерапии в платино-содержащую химиотерапию. К сожалению, негативные исследования третьей фазы рандомизированы. Это имвигерс, это за лизумабом. Второе исследование – кенот с пембролизумабом, абсолютно сходный дизайн. И третье исследование – Дануб. Ни три исследования, ни проведенный затем метаанализ, к сожалению, не показали статистически значимого увеличения показателей общей выживаемости в этой категории пациентов. Но что еще важнее, что препараты платины, если мы сравниваем комбинации гемцитабина-цисплатина и гемцитабинокарбоплатина, они имеют, в принципе, сопоставимые показатели медианы безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Но, отсылка к докладу Дарьи Александровны, безусловно, те пациенты, которые способны переносить цисплатин, но не получают цисплатин, они имеют значительно худшие показатели выживаемости, чем те, которые получили цисплатин, содержащую терапию. Какая же следующая опция для нашего больного? А именно монотерапия и монотерапия татеза лизумаба заучалась в исследовании Инвигр-210 и пембролизумаб в исследовании Кенот-052. В эти исследования включались пациенты, раньше не получавшие никакой терапии по поводу метастатического ротелиального рака. И если они рассматривались как подлежащие цисплатин, содержащие химиотерапию, они должны были иметь позитивный статус ПДЛ-1. Если либо, они должны были иметь абсолютные полные противопоказания для проведения любой химиотерапии, исключения препаратами платины. Как результат, у нас частота объективных ответов составила 24% в первом исследовании и 30% при использовании монотерапии пембролизумабом. При этом мы имеем поразительную медиану длительности ответа, это 60 и 30 месяцев. При этом в благоприятных группах по критериям Байорина, а именно при наличии только пораженных лимфатических узлов, при использовании пембролизумаба частота объективных ответов увеличивается до 50, а медиана общей выживаемости составляет 27 месяцев. Интересный поданализ, где сравнивалась эффективность монотерапии пембролизумабом в исследовании Кенот-052 в зависимости от уровня комбинированного показателя позитивности, более или менее 10. И было получено, что при сравнении с общей популяцией пациентов этот показатель, то есть частота объективных ответов, увеличивается с 30 практически до 50 при позитивном статусе PDL и, соответственно, частота полных ответов с 10 до 20%. Но сохраняется все равно вопрос, в какой последовательности нам использовать нашу терапию и чему мы должны отдать предпочтение – иммунотерапией, либо комбинацией гемцитабина-карбоплотина, затем с последующей терапией авилумабом. Если, безусловно, это сравнительный анализ, и мы можем увидеть, что комбинация гемцитабина-карбоплотина-авилумаб обладает большей эффективностью при сравнении с иммунотерапией в первой линии в одной и той же категории когорти пациентов. К нашему конгрессу был сделан FDA большой подарок, и за две недели до проведения нашей сессии FDA анонсировала ускоренное одобрение комбинации инфортумаба-видотина и пембролизумаба у пациентов, не получавших ранее терапии по поводу метастатического ротолиального рака и относящихся под группой так называемых цисплатин-инелиджипл пациентов, но об этом я буду говорить в своем завтрашнем сообщении. А в финале я хотела бы подчеркнуть, что, безусловно, на сегодняшний день мы имеем достаточное число опций, и для лечения пациентов, которые не подлежат цисплатин-содержащей терапии или которым невозможно проводить любую платино-содержащую терапию, критерии Гальского нам четко показывают, каких пациентов мы относим к какой группе. И благодаря этим дополнительным опциям мы видим, что за 30-40 лет наблюдения системной терапии метастатического ротолиального рака, благодаря введению этих новых комбинаций, мы увеличиваем медиану общей выживаемости пациентов практически два раза с 12 до 24 месяцев. Спасибо за внимание.